В самый пасмурный зимний день 2012 года, когда проливной дождь добрался до пустыни Негев, наша съемочная группа поехала в город Арат взять интервью у живущего там писателя Амоса Оза в связи с выходом в свет его новой книги. Свинцовые облака, нависшие над Арадом, были необычным зрелищем в городе, который, как правило, залит ярким солнечным светом. Амос Оз поселился со своей семьей в Араде около 30 лет назад. Его дети давно переехали в центр страны, а он не перестает наслаждаться этим маленьким городком, расположившимся между Байаршевой и Мертвым морем. Арад – это микрокосмос. Здесь есть все. Это маленький город, но в нем живут люди из 36 стран. Мультикультура. Изобилие мнений и идеологий. Я люблю пойти посидеть в кафе в центре города за чашечкой кофе. И в это время незнакомые люди подходят ко мне и начинают спорить со мной о политике, о жизни, об Израиле, обо всем. Я всегда жил в маленьких местах. Сначала в Кибуце-Хульда, до нее в детстве в захолустном районе Иерусалима. А вот сейчас – в Араде. Мне хорошо в маленьком месте. Я люблю Арад также из-за пустыни. Каждое утро я встаю в пять раньше всех, еще до рассвета, даже в холодные дни, даже в дождливые дни, как сегодня, и отправляюсь в пустыню, пройтись на полчасика. Пустыня помогает мне все расставлять по своим местам, в правильных пропорциях. Амос Оз – самый известный в мире израильский писатель. Он автор 27 книг. Неоднократно Оз был претендентом на Нобелевскую премию по литературе. Он удостоен премии Израиля по литературе, премии Гюты, Ордена Почетного Легиона Франции, почетные премии Генриха Гейне и многих других наград. Произведения Оза переведены на 38 языков. Девять его книг были изданы в России. Я пишу о семьях, и если вы попросите меня одним словом выразить тему 27 моих книг, вот это слово – семьи. А если двумя словами, то так – несчастливые семьи. Я пишу о семье, потому что, на мой взгляд, это самое загадочное явление в мире, самое парадоксальное явление в мире, самое абсурдное явление в мире, самое трагичное, самое комическое и самое фантастическое в мире. Я происхожу из семьи светских высокообразованных евреев, выходцев из Восточной Европы и Украины, из Одессы, из Вильнюса. Они сами считали себя европейцами. Но их трагедия заключалась в том, что 80 лет назад в Европе не было ни одного европейца. Были болгарские патриоты, были ирландские патриоты, и единственными европейцами на всю Европу того времени были только мои родители. Паразит, коммунист, безродный космополит. Он был европейцем, мой отец. Он обожал все, связанное с Европой. Он знал 16 или 17 языков. Свободно говорил на 11. На всех – с сильным русским акцентом. Он даже по-арабски говорил с сильным русским акцентом. Но Европа насильно исторгла их в 30-е годы. К их же счастью, ибо если бы она их не выбросила, не изгнала их в 30-е, то в 40-е она бы их убила. Они приехали в Иерусалим. И в Иерусалиме попытались построить маленькую Европу. Огромная библиотека, специальный чайный столик на колесах, настоящий сервиз, прекрасные манеры, послеобеденный отдых с двух до четырех. Но это была тщетная попытка, потому что тут был Иерусалим, а не Европа. Я рос настоящим книжным червем. Британцы тогда поддерживали после семи вечера комендантский час. Мы не могли выходить из дома. Я сидел и читал книги. С пяти лет я читаю, читаю и читаю. И вообще, любовь к книгам в нашей семье была почти религиозным культом. Мы не были религиозными. Религию нам заменили книги. В нашей библиотеке были книги на 17 языках. Я же мог читать только на иврите. И прочел очень многое из переведенной русской литературы. Толстого, Достоевского, Чехова. И это мне очень подходило, потому что наш квартал был полон толстовцев. Тех, кто одевался, как Толстой, и верил в его идеалы. Они были вегетарианцами, пацифистами. Они верили, что надо стать ближе к природе. И они очень верили в понятие простого, естественного человека, который добр и чист душою. Но это были толстовцы, которые на самом деле вышли из романов Достоевского. Они обладали типичной для героев Достоевского душой, полной бурь и противоречий. И при этом это были толстовцы, вышедшие из романов Достоевского, но работающие на Чехова. Потому что сам наш квартал был абсолютно чеховской средой, где люди жили в Иерусалимском районе Керемавраам, а мечтали о большом мире. В Москву, в Москву, в Москву. В пятилетнем возрасте, когда я освоил алфавит, и даже раньше этого, я выдумывал маленькие истории и пересказывал их соседским мальчишкам и девчонкам. Ничем другим я не отличался. Я не был хорошим учеником, не был спортивным, не был красавцем. Зато я умел рассказывать истории. И это был мой способ производить впечатление на девочек. Когда я был маленьким, родители брали меня в кафе. Я был единственным ребенком, поэтому сопровождал их. И они говорили мне, «Если ты будешь сидеть тихо, пока мы общаемся с нашими друзьями, в конце ты получишь мороженое». Мороженое было в то время в Иерусалиме огромной радостью. Поэтому я сидел тихо и подглядывал за другими посетителями кафе. О чем они говорят, как они одеты, какой у них язык жестов, что сообщают эти руки, их тело, их ноги, спрятанные под столом. Это замечательное занятие, и я рекомендую каждому побыть немного шпионом и наблюдать за другими людьми. Ты очень многому учишься, а потом еще и получаешь мороженое. Когда мне было 14 с половиной, я взбунтовался против мира моего отца. Он был интеллектуалом и горожанином. Я решил сбежать в кибуц и стать трактористом. Он был ученым, я решил быть рабочим. Он был крайне правым, я стал социал-демократом. Он был низкого роста. Я решил стать очень высоким. Это у меня не получилось, но я хотел. Я хотел быть всем тем, чем он не был, и не быть тем, кем он был. Но очень скоро я обнаружил, что сижу у стола и пишу. Точно так, как он мечтал, чем я буду заниматься. И тогда я понял, что все бунты и перевороты обычно, если не полностью возвращаются на круги своя, если не к исходной точке, то, по крайней мере, до середины круга. Амос Оз прожил в кибуце Хульда более 30 лет. В 14 лет он познакомился там со своей женой Нили. Будучи уже известным писателем и преподавая литературу в Иерусалимском, а затем в Оксфордском университете, Оз продолжал работать в кибуце школьным учителем. Я покинул кибуц около 30 лет назад. Но на самом деле я не совсем покинул его до сих пор, потому что во сне он возвращается ко мне, и я очень много раз бываю там, в моих снах. Это было для меня очень серьезным человеческим опытом. Почти все, что я знаю о людях, я усвоил в кибуце. Кибуц – это общество без тайн. Все знают все и обо всех. И для меня это было настоящим университетом человеческой природы, другого подобного, которому нет и не может быть. В новой книге Амоса Оза «Среди товарищей», которую он писал на протяжении последних трех лет, он возвращается к началу своего творческого пути, коротким рассказам, действия которых происходят в кибуце конца 50-х годов. Хотя действия происходят в кибуце, там были истории с общечеловеческой тематикой. Одиночество, поиск, отречение, потерянность, желание, любовь, смерть, надежда. Почти весь спектр человеческих чувств находится в этой маленькой книжке среди товарищей. Один из наиболее известных романов Амоса Оза «Мой Михаэль», написанный им в 1968 году, включен Международной ассоциацией издателей в список 100 лучших романов 20-го века. В центре романа – душевная драма молодой женщины, происходящая под ровной поверхностью обыденной семейной жизни в Иерусалиме 60-х годов. Я недавно получил письмо от корейской женщины из Сеула. Она прочла мою книгу «Мой Михаэль» в переводе на корейский и написала мне так. «Как ты узнал? Это же все точно обо мне. Это великое чудо литературы». Я верю, что хорошая литература, чем более локальна, тем более универсальна. Все национальные произведения, в которых описывается международный отель или международный аэропорт, люди читают в международных отелях или международных аэропортах, а затем оставляют на скамейках в международных отелях или международных аэропортах. Я пишу ручкой, не на компьютере. И на моем столе всегда есть две ручки, синяя и черная. Одной я записываю свои истории, другой я пишу правительству, чтобы отправлялась к черту. Я никогда не путаю эти ручки. Каждый раз, когда я согласен с собой на 100%, я пишу речь, а не рассказ. И только когда я не совсем согласен с собой, когда я слышу в самом себе два голоса или еще больше голосов, только тогда я знаю, что, может быть, получится история. Так что тут два разных занятия, а то, что их объединяет, это любопытство и сопереживание. Всю свою жизнь я спрашиваю себя, каково это быть им, каково это быть ею, что бы я сказал или сделал, или подумал, или почувствовал, если бы я был им или ею. Это то общее, что есть и в моих романах, и в моей политической позиции. Она такова. Историческая необходимость в примирении израильтян и палестинцев проистекает не потому, что это требование палестинцев, и не потому, что я смотрю на ситуацию глазами стратега или востоковеда, а потому, что я спрашиваю себя, что бы было, если бы я был им? Что бы было, если бы я был ею? Субтитры создавал DimaTorzok